Дом советов приветствует И я предлагаю еще один год провести вместе В начале программы подскажем автолюбителям На что они должны обращать внимание В первую очередь отправлять в дальнюю дорогу зимой Далее вместе со воспитанниками детского кружка по рукоделию Сотворим рождественский подарок А в завершении несколько советов по уходу за мехом Поездка на автомобиле, в особенности многодневная Дневная и зимой испытания не только для водителей, но и для пассажиров В поездке могут понадобиться самые разные вещи Итак, что же взять с собой в зимнее путешествие на авто Далее в сюжете В первую очередь он должен убедиться в полной комплектности Исправности своего транспортного средства Проверить также наличие необходимого набора Это буксировочный трос Это знак аварийной остановки Это аптечка с необходимыми медикаментами и сопутствующими материалами Также побеспокойтесь о безопасности своего транспортного средства Проверьте наличие в автомобиле огнетушителя С неиспользованным сроком годности Обязательно запаситесь щеточкой Которая удобно будет снимать с автомобильного покрытия Наледи, снег и вымести Автомобильный компрессор Может быть также ручной насос На усмотрение автолюбителя При эксплуатации своего транспортного средства В зимний период времени Обязательно уделите внимание Качеству автомобильных шин Они должны соответствовать сезонности Должны иметь Достаточный рисунок По глубине Возможно это будет Резина со шиповкой Если же вы отправляетесь В горную местность Обязательно приобретите цепи противоскольжения Убедитесь в исправности всех Осветительных приборов автомобиля От поворотников Подсветки номерного знака До света головных фар Отправляясь в дальний путь Обязательно обратите внимание На уровне жидкости в вашем автомобиле Убедитесь, что жидкость Которая заливается в омывательный бачок Соответствует зимнему периоду Времени эксплуатации Обратите внимание на автомобилях Которые оснащены гидроусилителем На уровень жидкости в бачке Бывают случаи, когда бачок Выкрашен самой жидкостью И якобы соответствует уровню Поэтому откройте крышечку И принудительно убедитесь В соответствующем уровне жидкости Проверьте также уровень жидкости В тормозной системе Он должен соответствовать норме Не забудьте проверить на своем автомобиле Уровень масла в двигателе Это делается очень просто При помощи вытягивания щупа И у вас должна быть метка Минимальное и максимальное значение Уровень масла должен быть примерно посередине Проверьте также уровень зарядки Аккумуляторной батареи Он должен соответствовать норме И колебаться в пределах 11,5-13,5 вольт Не забудьте также проверить Уровень давления воздуха В каждом колесе своего автомобиля Обратите внимание Что в каждом автомобиле Уровень давления воздуха в шинах Может быть различным Отправляясь в дальний путь зимой Проверьте, пожалуйста Заправку своего автомобиля топливом Возьмите, пожалуйста, с собой Теплые вещи Зарядные устройства Мобильный телефон И сопутствующие материалы Которые, возможно, могут вам приходиться в дороге Совсем недавно мы думали Какой же новогодний подарок Презентовать родным и близким А уже не за горами Рождество Как по мне, новогодний и рождественский подарок Должен отличаться друг от друга 7 января лучше дарить Какой-то сувенир, сделанный Своими руками Именно это и сделает рождественский подарок Более значимым, добрым и теплым И вот такую новогоднюю рождественскую игрушку ангела Мы с вами сделаем И повесим на нашу красивую елочку И сегодня я вам расскажу и научу Как это можно сделать Для изготовления ангела мы берем обычную ткань Это обычный фатин Но, возможно, дома есть органза Какие-то другие остатки ткани То есть то, что дома есть Сейчас мы можем взять эту сетку И ты берешь Теперь, смотрите, нам надо Эту сетку сложить вдвое А теперь берем и одну половинку на другую складываем Раз Складываем Молодцы, умницы Смотрите, вот такая четырехслойная у нас Получилась одежда для будущего ангела Я даю вам каждому обычную вату Вот такой комочек Вы из него сделаете шарик Этот шарик нужно положить посерединке Мы берем и как в цирке фокусы Раз, переворачиваем Сначала можете посмотреть А потом делаем так Чтобы вот эта голова Оказалась в ткани Равняем Это будет голова А это платье ангела Придержите голову ангела А я вам подхожу И отделяем Чуть-чуть выше Отделяем шею Смотрите Завязали И с этой стороны еще раз Это как белый снежный шар У нашего ангела Смотрите Есть голова Есть волосы Есть крылышки Крылышки сделаны Вот из таких палочек Крылышки и ручки Это шениловые палочки Их можно приобрести В художественном магазине Если нет такой возможности Это могут быть вырезанные крылышки Из картона Или точно так Сделаны из фатина Присобраны гармошкой И сюда прикреплены Нам теперь надо найти Середину Нужно выбрать Какая часть будет лицом ангела Эта проволочка Хочет обнять шейку Раз И перекрутиться Один раз Начинаем Выгинать Одно крылышко И начинаем Выгинать Закруглять Другое крылышко И держим сзади пальчиками У нас получились Ангелы с крылышками Ручки нужны Снова мы ищем серединку И нам надо Разрезать эту палочку На две части Потому что руки Не должны быть очень длинные Снова в этом кусочке Нашли серединку Чуть-чуть согнули Это будет правая ручка Это левая Мы сразу сюда Возьмем И прицепим Дождинку На серединку Знаете зачем? Зачем? Это будет наша подвеска На елочку Сразу раз Смотрите что я делаю Я сзади под крылышками Одеваю ручки Раз Ручки уже смотрят вперед А теперь смотрите Две ручки между собой Мы точно так взяли И прокрутили Раз И они будут держаться Теперь нужно ангелу Сделать волосы Посмотрите Волосы серебристые будут И клеить мы их будем На очень сильный клей Я взяла Отмотала Несколько ниток Нитки паутинки Оторвала Сложила вдвое И еще раз Вдвое А потом Посерединке Смотрите Завязала Узелок Руклей Ставлю точечку И в эту точечку Я прикладываю Вот этот узелок И осторожно Пальчиком Чтобы пальчик был чистый На краешке ручки Есть Если пальчиком попробовать Проволока И вам надо Найти серединку На снежинке Нашли серединку И одеть На эту проволочку Раз На краешке Для украшения Платья ангела Мы используем Стразы Они на липкой основе Их можно приобрести В любом канцелярском магазине Потом Берем Снимаем Камешек Липучку И приклеиваем На платье Как мы будем делать Глазки и улыбку Смотрим Нам снова пригодится Наш добрый друг Клей блеск Раз Глазик делаем Два И делаем Ротик Это легкодоступно Материал обычный Всегда можно найти Его дома Если нет таких Украшений Можно использовать Любые бусинки Бисер Какие-то ленточки То есть Это может быть Занятие для всей семьи И прекрасный подарок Сувенир Сюрприз Своим родным и близким И в завершении Поговорим На актуальную тему В декабрьские морозы Уход за мехом Итак Милые дамы Сюжет для вас Мех у нас Как бы состоит Из двух составляющих Первое Это его основа Кожа То есть мездра И второе Это его Скажем так Волосинки Поэтому при ношении меха Например Если вы садитесь В автомобиль То нужно внимательнее быть Если меховое изделие Длинное То нужно понимать Чтобы оно не цеплялось Ни за какие края Автомобиля Или коврика Иначе это будут Вот здесь вызваны Потертости Дальше Опять же Касаемо уже Скажем так Именно покрова мехового Самые основные Как бы Факторы Которые влияют Это Трение Какие-либо Части Например Вот Наш Наши изделия Демонстрируют о том Что Нашение Вот каких-либо Браслетов Вот приводит К потертости Вытертости Аж до Низдрю Или же Нашение Какой-либо Фурнитуры Или же Там Каких-то Элементов Это нужно Быть Скажем так Внимательным Осторожным Как-то Я думаю Что Или исключить Их ношение Или понимать Что они могут Нам повредить шубу Отдельная тема По поводу Нашения меховых изделий Это Нашение сумки Как правило Женщины любят Носить сумку Или на На плече Или скажем так Разные есть Ну это нужно Конечно же Исключить Только в руке Проблема Особенно нашего Сейчас климата Это промокание Меха Намокание Если вы Попали под дождь Или мокрый снег Вы приходите домой Просто вешаете ее И даете ей просохнуть Можно еще встряхнуть Мех Ну вот Больше ничего не делать И как бы Мы попозже Об этом поговорим О том Что сушить мех Ни в коем случае Не стоит возле Нагревательных приборов По поводу Хранения меха На лето Значит После того Как сезон Зимняя шуба Отходила Или любое Другое меховое Изделие Нужно Значит Правильно ее Подготовить К упаковке Ее в шкаф Или еще Какое-то место Ну значит Самое первое Чего боится Шуба Ну как бы Не то что Самое первое Но много чего Боится Это попадание На нее Света Она При длительном Скажем так Воздействии Солнца Или любого Другого цвета Будет Занять свет Это нужно Учитывать Поэтому Как бы Место должно Быть защищено От света Вот Также Мы уже говорили О том Что шуба Боится Намокания Особенно Боится Это Мездра Это Именно Основа Вот Поэтому Перед хранением Обязательно Высушить Пусть это Будет Скажем так Целый день Займет Или больше Но это Нужно Обязательно Сделать И По поводу Туда же По поводу Сушки Скажем так Шуба Должна Иметь Возможность В течение Летнего Периода Хранения Два раза Быть Как бы Так Проветриваться Ее нужно Вывешивать И на целый День Просто В вентилируемом Хорошем Помещении Опять же Без попадания Солнечного Света Дайте Возможность Просто Повисеть Хранить Он Только Нужно В чехле Скажем так Расмотрим Этот чехол Такой Он у нас Показательный Это Скажем так У нас Одна часть Чехла Вот я Покажу его Одна часть Чехла Имеет Скажем так Ткань Которая Воздухопроницаемая Вторая часть Она Скажем так Та Которую Ни в коем случае Нельзя Использовать Вот У нас Такой чехол Должен быть Еще темно-синего Цвета Для того Чтобы Предотвратить Какое-либо Изменение Цвета Или пожелтение Обязательно вешать Шубу Или любое Другое изделие На плечики На тремпель С Скажем так С большим Диаметром Или с какой-то Большой плоскостью То есть Толстой Для того Чтобы не было Повреждения Мздры На плечах И не было Никаких переломов Или изгибов Вот Также ее следует Вешать Скажем так На довольно Большом расстоянии Друг от друга Или Шубы От вещи Она не должна Соприкасаться Не должна быть С какими-либо Заломами Или повреждениями А что касается Моли Как уберечь Шубу Это следующая Такая Довольно Большая тема Вот моль Она любит Грязь Именно пыль Уличную Поэтому Это самый Такой важный Ответственный момент Перед хранением Ее обязательно Нужно почистить Мы смешаем В равных Пропорциях Воду Спирт И уксус И начнем Этим Обрабатывать Изделия Сейчас мы приготовим Нужный раствор И дальше пойдем Вот таким вот образом Как бы Внутрь Ее Начинаем Промакивать Против? Против Не против Это как бы Не имеет большого значения Главное Ее Как тампоном Смочить Дать возможность Ей Вобрать Скажем так Грязь Которая там И пыль Вот Но тем самым Сильно туда Ее не втирать И потом же Скажем так Сухенькой Тряпочкой Тампоном Или чем-то Пройтись Тем самым Забрать Остатки Этого раствора В общем-то Вот весь метод В теории Вот такой вот Дать ей возможность Просохнуть Немножечко Или в процессе Лучше выровнять Ну в данном случае У нас такая вот Щетка Это вот У нас Для творения Вот Мы ей так же И расчесываем Придавая ей Вот такой вот Как бы направление Ну можно Как бы сравнить Тут немножко Вот блеск лучше Зима Время чудес Не пропустите Это все советы На сегодня Я с вами прощаюсь До встречи Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры Добавил субтитры